Упустить синицу в руках в погоне за журавлем? Почему Украина решила закупить нефть у США? Китайский экономический сайт, Китай Вэйцзиньшин Китайский экономический сайт, Китай 11 июля 2019 года 6 июля в порту Одесса выгрузили первые 75 тысяч тонн американской нефти. Партия была небольшой, однако она имеет огромный символический смысл. Как известно, в энергетическом плане Украина долгое время зависела от России. Ситуацию не изменил даже конфликт между этими странами, который длится уже пятый год. С экономической точки зрения импорт нефти из США, мероприятие скорее убыточное, призванное в очередной раз обозначить тенденцию политического отдаления Украины от России и ее стремление на Запад. Какое стратегическое решение можно увидеть в импорте американской нефти? Станет ли в Черном море безопаснее, или, наоборот, ситуация усугубится? Для ответа на эти вопросы необходимо проанализировать данное решение с точки зрения его влияния на государственные стратегии и механизмы. Внешняя политика – это результат стратегических решений страны. На людей, определяющих стратегии государства, могут влиять многие факторы, отчего возникают разногласия в правящих кругах. В рамках двусторонних отношений сильные и слабые страны принимают разные решения и имеют разные представления о выгоде и ущербе. Сильные страны тяготеют к увеличению и максимизации прибыли, а слабые страны не расположены к риску, и действуют более осторожно. Отношения между Россией и Украиной сейчас как раз представляют собой прекрасный пример взаимодействия между сильной и слабой страной. Россия, как преемник Советского Союза, всегда мечтала о возрождении в регионе, занимаемом странами СНГ, включающих и Украину. Поэтому страны постсоветского пространства всегда были приоритетным направлением ее внешней политики. Второй по величине стране региона, Украине, в стратегии возрождения России отводилась важная роль, поэтому в отношениях с этой страной большое внимание уделялось изменению величины прибыли, а не ее конечному объему. После начала украинского кризиса Россия стала делать ставку на увеличение прибыли и завоевание доминантной позиции. Украина потеряла Крым, в ее восточных регионах до сих пор неспокойна, поэтому она стремится избежать еще больших рисков и свести убытки к минимуму. Когда конфликт между двумя странами дошел до предела, Украина начала надеяться на помощь из вне, признавая за собой слабую позицию. Так Украина сделала выбор в пользу Запада, существенно отдалившись от России во многих сферах. Украина приняла решение импортировать американскую нефть, не отказавшись от стратегии слабой страны. Она прибегла к помощи из-за рубежа в ответ на конфликт с Россией. По такой логике, покупка нефти у США – только одно из проявлений стратегического выбора, сделанного Украиной. В будущем это станет привычным для нее поведением во внешней политике и других областях. Международное сообщество пристально наблюдает за эффектом от стратегических решений, принимаемых Россией и Украиной, так как в сложившейся ситуации одним из таких решений может стать начало войны. Если Россия поймет, что таким образом она сможет максимизировать свою прибыль, а Украина решит, что это спровоцирует вмешательство Запада, и, как следствие, снизит ущерб, то ситуация в Черном море ухудшится. Региональные и глобальные последствия такого выбора будет сложно представить. В условиях существующего конфликта, изменение поведения одной стороны вне всякого сомнения ведет к переменам в умах руководителей другой. Иными словами, как только одна из сторон пересечет черту, намеченную другой стороной, она тут же будет вынуждена сделать рациональный выбор в пользу максимизации прибыли или сокращения ущерба. При этом одна из сторон сможет решить, что единственно верный выход из ситуации – это война. По такой логике, разорвав договор о дружбе с Россией, или построив Керченский мост, стороны перешли границу дозволенного. Если Украина станет импортировать американскую нефть в нормальном режиме, это может побудить к действию российское руководство, что негативность кажется не только на отношениях между двумя странами, но и на состоянии безопасности в регионе и мире в целом. В Эйцзиньшэнь, запятая научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Шанхайского университета иностранных языков. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.